Раз уж я уже рассказал про 5 лучших персонажей в Apex Legends, то почему бы, собственно, не сделать топ-10 лучшего оружия? Уазапин, комрады, с вами снова Валькирин, и сегодня я расскажу вам, да, всё верно, про 10 лучших ганов Apex'а на данный момент. Напомню, если вы хотите, чтобы я продолжал делать подобные информационные ролики, то поддержите меня лайком, напишите про своё любимое оружие Apex'а в комментах и обязательно подпишитесь на канал. Всё это очень сильно помогает в выдаче ролика на YouTube и, разумеется, повышает мою мотивацию делать контент чаще и качественнее. Как говорится, вам не сложно, а приятно будет всем, но это не точно. Кстати говоря, буквально на днях я начал довольно активно заполнять свою группу в ВК всякими мемасиками и симпотными артами, так что туда тоже обязательно подпишитесь. Ну и если вас вдруг очень интересует какая-то более подробная информация про меня, страница в ВК тоже имеется. А спонсор сегодняшнего ролика канал Press Start. Парни играют на геймпадах, юзаем этот клоу, разбавляют контент разными играми, а также специально для игроков на консолях сделали гайд по улучшению АИМа. Ссылка, как всегда, в описании, не забудьте поддержать начинающий канал. По старинке уточнение для особо одаренных. В этом ролике я вам расскажу про свое любимое оружие, выбор которого был сделан спустя огромное количество времени, проведенное в игре. Каждый ган я постараюсь кратко разобрать и объяснить, почему же он стоит вашего внимания. Ну и как обычно, места в топе не имеют никакого значения и сделаны лишь для большего удобства. Начну, пожалуй, с R301. Эта винтовка настоящий ветеран Апекса. Когда игра только вышла, 301 стреляла практически без какой-либо отдачи. Я сразу вспоминаю все эти лютые нарезки, когда какие-то киберти в теле сбривали вообще всех на абсолютно любой дистанции. Именно за эту свою стрельбу R301 и заслужил прозвище Лазерган. После небольшого нерфа отдачи, то ли в первом, то ли во втором сезоне, я уже не помню, RK уже не так безотказно жмет с Х3 на другой конец карты. Но поверьте, для людей, которые пришли в Апекс какого-нибудь Пабга, господи прости, вообще не сразу будет понятно, что у этого оружия есть хоть какая-то отдача. Единственный минус 301, да и большинства винтовок в целом, это ближний бой. От бедра с нее попадать довольно сложно, но отречить какую-нибудь скачущую рейв в прицеле для большинства еще сложнее. Но если вы хотите автоматическое оружие второго слота, на которое можно спокойно ставить Х2 минимум, именно с ним я чаще всего бегаю, R301 это один из лучших вариантов в игре на данный момент. Флетлайн. Эту аннигиляторную пушку можно сравнивать с АК-47 в большинстве других игр. Огромный урон, небольшая скорострельность, ощутимая отдача и относительный комфорт на средних и ближних дистанциях. Единственная отличительная особенность флета от Калашникова, в нашей игре он просто разрывает абсолютно все в ближнем бою. Это именно то оружие, с которого можно метров на 10 стрелять от бедра, и поверьте, противнику это не очень понравится. Флетлайн это полная противоположность R301. После ряда бафов самого ВК и нерфов другого оружия, флет это один из самых мощных и мною любимых ганов. Несмотря на бесячую рандомную горизонтальную отдачу, если честно я до сих пор не понимаю, нахрена ее в принципе добавляют в игры. С ВК можно спокойно зажимать метров на 20 и выдавать приличный урон. Правда тут уже зависит от вас, ибо кому-то и на 5 метров будет жмякать сложновато. Флетлайн это максимально простецкое оружие, хрен его знает что еще сказать. Вольт. После своего злополучного выхода, эта маленькая пукалка перевернула мету оружия с ног на голову. ППшка, которая собрала в себе практически все страхи игроков Апекса. Огромный урон в секунду. Практически идеальная точность как от бедра, так и в прицеле. Отсутствие отдачи как таковой. Ну и самая быстрая перезарядка в игре. Честно говоря, не хватает от магазина где-то патрон на 200, вот для полного счастья. Серьезно, я вообще не понимаю, чем думают разработчики, когда добавляют такой трешак. Была у них значится R99, которая типа слишком сильная и популярная. Убирают они значится R99, которая была слишком сильная и популярная в дроп. А на ее место ставят практически такое же оружие, только, ну лучше по всем параметрам. I have a 99. I don't have a мозг. Оу, вольт. Извините, пожалуйста. Ну и добавьте сюда еще постоянные баги звука энергии... Так, начинается. Ну и добавьте сюда еще постоянные баги звука энергии... Да, блядь, помогите. Ну и добавьте сюда еще постоянные баги звука энергетического оружия, когда их очередь тупо не слышно. Короче, если вы играете с вольтом, у вас отпадет пипирка. А если у вас ее никогда не было, ну, типа, появится, наверное, преданность. Как вы понимаете, я решил сразу рассказать про все гениальные творения разрабов, чтобы надо мной эти мысли попросту не нависали. Так вот, преданность. Оружие, которое достали из золотого дропа и бросили на землю. Буквально, мать вашу. А, нет, там немного отдачу увеличили. Кто-то почувствовал вообще. И что же имеется у нашей преданности? Так, где там часть сценария с вольтом? А, вот нашел. Огромный урон в секунду. Комфортная точность как от бедра, так и в прицеле. Правда, в отличие от вольта, нам еще магазин на миллиард патрон завезли. Здравого смысла ради, у Дивоушена реально стала ощутимая отдача. И уже с каким-нибудь Х3 на другой конец карты стрелять некомфортно. Ну и стандартная мушка не особо удобная, вот. Но вот что касается метров 20, до свидания. Просто жизнь выбрит к чертям собачьим. Короче, если вы играете с преданностью, П-2020. Оружие, которое обрело хоть какой-то смысл после ввода молотящих. Да и честно говоря, не какой-то, а уго-го какой смысл оно обрело. Тушу без брони вы будете сбривать с трех выстрелов. А теперь давайте вспомним скорострельность этого самого П-2020. Не забываем также про молниеносную перезарядку и прекрасную точность, что оставляет очень мало шансов противнику на отступление. Ну, или вам. Если же вы лучше ладите с фликшот оружием, то вместо пэшки можно взять мазамбик. Это уже дело ваше. Единственный момент, который присущ обоим огрызкам, это не оружие с обвесом, а обвес с оружием. Я имею в виду, что лучше сначала найти сами молотящие, покласть их себе в кармашек, а уже потом бегать в поисках П-2020 или Мози. Вы тоже сейчас услышали вот этот звук Жигуля, который не заводится. Тройной эффект. Честно говоря, я тот еще снайпер элит, и снайперок использую разве что R-301. Но вот что разрабы сделали из тройного эффекта в этом патче, просто в голове не укладывается. Если раньше это была неплохая винтовка для юных снайперов, у которых еще руты не выросли, но они уже считают себя Йозефом Алербергом, то теперь это просто какая-то адовая молотилка для любой дистанции. На 100 метров на тебе 70 урона в тело, каждую секунду мать вашу. Вблизи, опа, дробовичок завалялся. До шестого сезона эта снайперка давала понимание баллистики и позволяла попадать чаще, но с уроном раза в два, ниже, чем выдавали другие винтовки, с которых, соответственно, и попадать было сложнее. Сейчас же, мне кажется, если увеличить в размерах инфузорию туфельку, посадить ее перед компом с Апексом, дать ей в слот тройной эффект, она возьмет топ-1, а ты нет. У меня такое ощущение, как будто разрабы просто психанули перед шестым сезоном. Типа, че, контента вам мало? Ну так вот, нажрите кучу имбового оружия, че, вкусно вам? МАСТИФ Будучи заменой миротворцу, этот дробовик продолжил генерировать все те же наркоманские моменты. Че там, прицел на противники? А, ну так это 14 урона получается. Че там, задел немножко? А, ну так это 140 в голову, ты че, не видел, что ли? Понятное дело, что мы с вами просто немносько криворуськие, но я не мог не пошутить на эту народную тему. В отличие от того же Пискипера, МАСТИФ обладает очень странными таймингами между выстрелами. Честно говоря, я до сих пор не привык к этому, и они очень часто руинят мне перестрелки. Но если вам таки удастся с этим совладать, то вы спокойно сможете нокать противника с любым армором с двух шотов. Короче, классическое такое дедовское ружье. Ведомый. Про этот короткий лук и говорить долго не хочется. Как бы много я не пытался с ним играть, стрелять так и не научился. Но это все же не исключает того факта, что этот мелкий засранец является одним из самых универсальных оружий в умелых руках. Найти его довольно легко, а из обвесов главное это магазин, который постоянно лежит в крафте, ну и череполом, откусывающий по пол хп за выстрел. Сказать больше нечего, едем дальше. Спидфайр. Вообще, я не особо хотел добавлять это оружие в топ, но, как по мне, число 10 как-то покрасивше, чем 9. Поэтому вот. Бля, я ж мог просто Мазамбеки по 20-20 посчитать за 2 оружия, блин. Спидфайр это довольно неплохое оружие для начинающих игроков, либо просто людей, у которых явно не все в порядке с трекингом. Все, что вам нужно, это зажать гашетку и наслаждаться тем, как противники пытаются убежать от этого града пуль, процентов 90 из которого даже в цель не попадает, но неважно. Сам по себе он будет стабильнее той же преданности, но все равно обладает неуклюжестью пулемета. Кстати, есть небольшой лайфхак по стрельбе на дальней дистанции. Вместо простого зажима попробуйте быстро прокликивать по одному выстрелу. То ли я наркоман, то ли так реально легче попадать. Ну и перейдем к финалисту нашего заезда и по совместительству еще одного наркоманского порождения 6 сезона. Ищейка. Причем не просто ищейка, а ищейка без переключателя. На стримах мне очень часто задают вопросы, почему я не использую переключатель. И на самом деле все очень просто. В 6 сезоне разрабы увеличили правлеру отдачу при стрельбе в автоматическом режиме, зато уменьшили ее при стрельбе очередью. И как итог, мы имеем дикую мясорубку, которая за 1 секунду выплевывает 5 пуль с огромным уроном и без какой-либо ощутимой отдачи. А если вычитывать тот факт, что промежуток между бюрстом где-то полсекунды, у вас будет возможность сбривать склады одной лишь обоймой, при этом стреляя от бедра метров на 20. Проблемой ищейки всегда был тот самый переключатель. Пока найдешь его, а потом и сам праулер, уже и игра закончится. Сейчас же все, что вам нужно, это найти ищейку и... Браво, вы прошли игру, получается. Мне никогда не нравился автоматический режим у этого оружия, а с недавним увеличением отдачи я не совсем понимаю, зачем он вообще теперь нужен. Если отбросить все эти шутейки, я реально вообще не понимаю, как респавны собираются фиксить такое количество наркомании. Напоминаю, если для вас был полезен данный видос или просто поднял настроение, поддержите его лайком, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео и стримов на моем канале самыми первыми. Также не забудьте написать в комментах свой топ любимого оружия в Апексе. Будет забавно, если наши вкусы очень похожи. И обязательно смотрите другие мои шедевры на канале. До скорого! Ну и добавьте сюда еще постоянные баки, блять!